С размахом День Победы отмечают и в регионах. Каждый уголок страны постарался удивить оригинальными программами. Как жителей, так и гостей праздника их в глубинке немало. Наши съемочные группы сегодня присоединились к торжествам. Предлагаю посмотреть, как это было. Военным парадом, автомото, пробегом, десятками концертов Гродно целый день удивляет не только жителей, но и туристов безвизовой зоны. А их в эти майские дни просто сотни. И, пожалуй, особую атмосферу военных лет они могут прочувствовать здесь, за городом, в партизанском лагере в Коробчицах. О народном ополчении на языке театрализации. Как уходили в лес целыми семьями, выживали в землянках и подрывали не только эшелоны, но и планы врага. Узнать историю белорусского партизанского движения в годы Великой Отечественной войны сегодня можно было наглядно. Мы первый раз здесь, нам очень понравилось. Мы получили приезд. Мы первый раз, но мне очень хочется здесь побыть. А какой праздник? Здесь праздник, день победы. Под прикрытием авиации в лагере провели военно-тактическую игру. Неподдельный восторг у зрителей вызвали показательное выступление кинологов и спецназа Гродненской пограничной группы. Такой день победы всем запомнится надолго. Дух праздника, особенно в песнях военных лет. Знакомые всем с детства с Муглянкой или Катюшей звучали у костра под гармошку. Петр, а вы сегодня подпевали фронтовым куплетом? Конечно, подпевал Галина, но боюсь, что мой голос на фоне 500 детских так никто и не услышал. Да-да, вы меня правильно поняли. В Брестской крепости сегодня одновременно выступали 8 хоров из Белоруссии, России и Молдовы. И что самое главное, вместе с ними на сцене пел ветеран войны. Да что там рассказывать, это надо слушать. Свою любимую песню под оркестр вместе с 13-летним участником хора «Мальчиков» спел Александр Гриневич. Ветеран войны саперу в этом году исполнилось 93. Многоголосие сводного хора объединило участников первого международного фестиваля «Берестейские хоровые ассамблеи». И в Брестской крепости многие из детей побывали впервые. Мой прадедушка служил на Первом Белорусском фронте и прошел эту войну до конца. И когда я пою военное произведение, я его вспоминаю и горжусь им. А в самом конце юные хористы подарили ветеранам трогательную песню «Прадедушка». Пожалуй, настолько выразительно и масштабно военные мотивы из цитадели не звучали еще никогда. Ирина, а что же сегодня объединило жителей Могилевской области? А в Могилевской области Петр и, пожалуй, самыми яркими событиями сегодня стали фестиваль красок холи и соревнования по пауэрлифтингу. Сотни людей раскрасили себя всеми цветами радуги. А попробовать свои силы, поднятие тяжести в День Победы в Шклов приехали даже россияне. Праздник в городском парке Шклова развернулся знатно. Массовое гуляние, праздничный концерт, белорусские подворья, спортивные игры и аттракционы. «Спасибо нашим брадедам за то, что мы сейчас можем учиться, веселиться и просто спокойно жить». «Благодаря победе именно в Великой Отечественной войне мы сейчас можем находиться на этой земле и для себя, для наших воспитанников проводить вот такие мероприятия спортивные». Главными концертными площадками под открытым небом в Могилеве стали площади славы и звезд. А вот народное гуляние традиционно развернулись в Печерском лесопарке с импровизированными землянками, солдатской кашей и песнями военных лет под гармошку. Слышала самым знаковым событием в Гомеле сегодня стала реконструкция боя за Рейхстаг. Так ли это, Александр? Добрый вечер, Ирина. Гомельчане сегодня действительно стали участниками взятия Рейхстага. Сценарий для праздничной постановки не рядовой, однако и не случайный. В Гомеле хранится галстук пионера Георгия Артеменкова. Пожалуй, это самый символичный из знамен победы, развивавшихся над поверженным Рейхстагом. В Гомеле на роль Рейхстага выбрали построенный еще в довоенный период дворец культуры. Несколько дней на подступах к историческому зданию реконструкторы возводили баррикады и огневые точки. Решающий штурм, если и уступал реальному бою, то только в продолжительности. Просто вживаешься в роли, даже вон кувыркались. Сегодня и ранили в плечо. Каждый раз это полное погружение, как говорят. Бойцы, штурмовавшие сегодня Рейхстаг, признавали, что в какой-то момент почувствовали то самое чувство, когда все самое страшное позади. Войне конец и завтра домой. Анастасия, а чувствовали ли что-нибудь подобное люди, пришедшие сегодня на праздник в Витебске? Безграничное ощущение радости и слезы счастья. Думаю, Александр, без этого не обходится ни один день победы в любом городе Беларуси. Всегда есть момент, который тронул душу. Мы, например, будем вспоминать ожившие статуи. Остальные, как кулак советской армии. Я до сих пор и радуюсь, и горжусь. Конечно, немножко переживаю, что столько людей погибло. Но наша страна, Беларусь, никогда не забывала тех, кто воевал. Они падали на землю, чтобы переждать вражескую канонаду и снова поднимались на ноги. Но поставить на колени советского бойца не мог ни один солдат вермахта. В этом уверены участники клуба военно-исторической реконструкции. Штаб и узел связи инженерно-саперных войск, воссозданный мотоцикл и велосипед. Изучение истории по костюмам и атрибутам войны. Главное увлечение этих молодых людей. По факту витебчане могли перенестись в прошлое и увидеть...